Итак, мы продолжаем наш разговор о Кубке России по футболу. С вами снова Константин Калуцкий. И мне хотелось бы сосредоточиться на матче 1-8 финала, где Динамо вполне себе ожидаемо обыграло Нижний Новгород. И обыграло с крупным счетом. Это была одна из самых интригующих, наверное, встреч на стадии 1-8. Все-таки встречаются две команды из российской премьер-лиги. Два коллектива с достаточно интересной ситуацией. Если говорить о Динамо, то это один из лидеров чемпионата России. Претендент на победу, претендент на золото. Что касается Нижнего, это команда, которая выстрелила на старте сезона, дальше пошла на спад. Ну а сейчас достаточно серьезно обновила свой состав, что, в общем-то, считается многими за добрый знак. Что, дескать, Киржаков вместе с новыми футболистами сможет удержать команду высшей лиги. Но это уже вопрос будущего, сможет он удержать или нет. В Кубке России он уже вылетел. Хотя, как я уже сказал, здесь изначально было шансов минимум. И давайте разберем данную встречу подробнее, обсудим, как играла Динамо, как играл Нижний Новгород, и какие выводы можно сделать из этой встречи. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор — это компания Балтбет, которая предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, указанный здесь же, в закрепленном комментарии, то вы получите бонус — три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы сосредоточимся на игре. И, пожалуй, начнем со стартовых составов. Если говорить о Динамо, то здесь, конечно, бросилось в глаза максимально большое количество россиян. Да, тут были и легионеры, Моро и Бальбоина, но, согласитесь, это совершенно не тот состав, к которому мы привыкли. И тут, конечно, многие скажут, ну, наверное, уже тренируются и нарабатывают систему игры на случай, если все иностранцы сбегут из Динамо. Напомню, что недавно Воронин покинул клуб, Ордец, скорее всего, тоже проследует за ним. Ну и, возможно, другие иностранцы также покинут бело-голубой стан. И, к сожалению, это уже реальность, в которой мы будем вынуждены жить. Реальность нашего футбола. И поэтому здесь, возможно, Динамо действительно потихонечку нарабатывает варианты при минимальном количестве иностранцев. Но, с другой стороны, большинство легионеров пропускали матч по вполне себе объективным причинам. Травмы, ротации состава и так далее. Но, тем не менее, в итоге на воротах Лещук, Бальбуэна и Евгения в центре защиты, Паршевлюк и Скопинцев по краям, Фомин и Моро в центре поля. Тут, в принципе, основная связка. Ну и атакующая четверка. Грулев, Макаров, Захарян, Тюкавин. То есть, если говорить по факту, то здесь основная полузащита. Атака, ну, не то чтобы самая основная. Все-таки мы уже думаем и считаем, что Смолов — это ведущая девятка команды и ведущий форвард. Но, в принципе, вполне себе боеспособное наступление и оборона экспериментальная. Экспериментальная, без Ордеца, без Уругвайца в стартовом составе, которые появились только со скамейки запасных. Ну и плюс Шиманский. Нету в креативной зоне. То есть здесь, так или иначе, была проведена ротация и были проведены изменения по составу. При этом, что очень важно, «Динамо» не упал в плане качества игры, что меня как бы подкупает. Казалось бы, состав без многих важных исполнителей, но «Динамо» все равно доминировал. И это говорит о том, что сейчас не так важны даже исполнители, которые, несомненно, качественные в «Динамо». Сколько важна система Сандро Шварца, который здесь выстроил свой немецкий вариант футбола. Интенсивный, максимально вертикальный. И здесь мы увидели, ну и то, чтобы прямо апофеоз подобной стилистики, но видно, что команда натренирована, что она готова показывать себя. И то, что она вышла на какое-то время на первое место в чемпионате России, это весьма символический момент. Да, «Зенит» отобрал обратно первую строчку, но борьба явно будет. А здесь, в кубковом матче «Динамо», раскатав соперника из премьер-лиги, снова показал свой уровень, свое качество. Да, кто-то скажет, что из трех мячей два забиты с пенальти. Но, с другой стороны, пенальти как бы тоже нужно было заработать. И здесь сам натиск «Динамовцев», он создавал ту ситуацию, что здесь раз за разом ошибались футболисты соперника. Ну, например, когда там тот же самый Гацук в конце завалил Смолова, и Смолов уже исполнил пенальти. Но здесь не завалили бы его, был бы гол с игры, поэтому какой смысл жаловаться, что два мяча с пенальти? Или игры рукой в первом эпизоде не было, когда там Ларсен накосячил. Кстати, Ларсен, по-моему, единственный человек в нижнем, кто действительно всерьез запомнился. Ну, кроме голкипера еще. Потому что он и пенальти привез, и самый опасный момент у ворот соперника создал, когда жахнул, и Лещук в итоге потащил удар из-под перекладины. Но сам факт того, что это был единственный опасный момент, реально, у Нижнего Новгорода, и создан он был шальным ударом, это как бы говорит о многом. Ход игры контролировался полностью Динамо. Даже после того, как Динамо вышло вперед и немножко отдало мяч сопернику, ну, чтобы ловить его на контратаках, на свободных зонах, даже после этого Нижний, владея мячом в некоторых эпизодах матча, ничего толком не создавал. Динамо планомерно давил, Динамо создавал моменты, очень круто работали навесы-забросы в сторону Грулева, который в итоге смог и забить после одного из таких навесов в исполнении Макарова, который здесь замечательно сперва прошел Кексич, а потом смог выгрузить как следует вот этот кросс. Ну и вообще, на мой взгляд, вот эта размашистость, а так Динамо, она как бы подкупает, и она является очень важным фактором. Нижний Новгород изначально строился под оборону, под свою схему классическую, достаточно по этому сезону, с тремя центральными. Но здесь настолько широко атаковало Динамо, что сдержать подобное наступление было сложно. И Скопинцев, и Паршевлюк поддерживали атаку. Макаров очень здорово нагнетал на фланге, опять же. И, в принципе, мы видим, что здесь ресурс сумасшедший. Со скамейки у Динамо вышли Шиманский, Смолов, Варрелло, Лаксальто и Лисовой. То есть, понимаете, суперзвездный состав, даже со скамейки запасных. Поэтому стоит ли удивляться, что здесь Динамо на протяжении всего матча мог контролировать ход игры. Даже если белые-голубые отдавали мяч сопернику, как я сказал, это делалось для того, чтобы освободить зоны впереди для прорывов вот этих скоростных ребят. Макарова, Лисового, Тюкавина, Захаряна. Здесь на кого не посмотришь, везде перспективные наши молодежь, наши пацаны, которые способны показать себя. Ну и Федор Смолов, который забил снова во втором официальном матче подряд, вот уж действительно феерически возвращается. Будем надеяться, что Федя продолжит забивать теми же темпами. И в чемпионате забил. И здесь, ну, чувствуется, что Сандро Шварц нашел к нему подход, который не мог найти, наверное, все-таки Гиздаль, предыдущий немецкий тренер, хотя там были хорошие моменты у Смолова, но мне кажется, что все-таки Николич и Гиздаль только моментами находили нужный подход к Смолову. Вот будем надеяться, что Шварц найдет подход на постоянной основе. Ну а Динамовцев с уверенной победой и проходом в 1-4.